Доброе утро! Курс, который мы организуем, то есть это группа инициативных людей, в рамках сотрудничества с британскими нашими коллегами. Основная идея какая? Тут еще беспрецедентность курса в том, что молодые ученые собрались вместе и решили на инициативной основе взять и организовать курс также для молодых ученых. То есть, по сути дела, все организаторы это молодежь, у нас свое видение, у нас свое понимание Арктик, у нас свои какие-то желания, как это сделать. Лекторы будут достаточно именитые, то есть уже более взрослого поколения, как с британской стороны, так и с российской стороны. Но участвовать будет только молодежь, то есть мы планируем собраться вместе, то есть это около 30 участников. На какой-то конкурсной основе все это отбиралось или просто «Алло, здравствуйте, как в Арктику поедешь?» В принципе, в таком варианте можно тоже организовать, но мы, конечно, предпочли именно формат конкурсной основы. Почему? Потому что людей, занимающихся исследованием в Арктике, их достаточно много, поэтому просто так вот всех брать вместе с собой, ну, наверное, просто не получится, как минимум, потому что финансирование ограничено и дорога, она как бы дорого стоит. И в итоге разделили 30 человек напополам, 15 человек с британской стороны, 15 человек со стороны России. Кто из Югры поедет? С Югры поеду я, как организатор. Как организатор, но в любом случае претенденты из Югры были, есть молодые ученые с нестандартным подходом, да, со своим видением, со своими изучениями. Да-да-да, было приятно видеть, что 4 или 5 заявок поступило от Югры, с учетом того, что на всю Россию 15 лет, что 4 заявки было с Югры. Есть люди, которые хотят в Арктику попасть. А что за исследования, да, что вы там изучаете? Что будете искать? Искать, ну, смотрите, цель вообще полевой школы какая? Создать площадку, на которой молодые ученые могут встретиться вместе, обменяться, самое главное, опытом своим, то есть кто что может. Потому что сейчас работать в одиночку, ну, фактически нереально, то есть настолько высокий уровень уже исследований и методологии, что необходимо привлекать сторонних специалистов. То есть обмен опытом обязателен, второе, это обмен знаниями, то есть именитые ученые, которые работают в Арктике, которые хорошо понимают, что это, которые знают, как она работает, они будут рассказывать, скажем, более младшему поколению то, как все это происходит. О своем опыте, да, о том, что они уже изучили. Арктика это все-таки просто место, да, или все-таки это территория для изучения? Так, давайте назовем это, наверное, все-таки действительно какой-то теоретической территорией, потому что границ у Арктики фактически нету. То есть я пытался этот вопрос проработать, то есть с коллегами мы обсуждали, причем последний раз в Норвегии долго-долго дискутировали, что же такое Арктика. То есть границы у них условные, то есть интуитивно понимается, что такое очень холодное. Интуитивно, да. Представляете именно так. Ну, на самом деле не всегда верно, потому что у нас сейчас холодно, а, допустим, Норвегия, которая попадает в Арктическую зону, то есть там Гольфстрим, там тепло. То есть у них там температура ниже, не знаю, 20, ожидать очень сложно. У нас минус сколько? 40. То есть мы более арктичны по этому критерию. Соответственно, предположим, пока что все, что на севере, то называем условно Арктикой. Так, хорошо. Получается, условия-то не суровые, можно... Да, вот место конкретное, конкретное место, куда вот все отправятся, где будут базироваться, скажем так, пятидневный такой научный курорт. Научный курорт будет располагаться в городе Апатитах. Это Мурманскую область, Кольский полуостров. Все организуется на базе Кольского научного центра, Российской академии наук. Они нас очень гостеприимно встретят, я уверен, потому что я бывал уже там. Вот, очень хороший коллектив, соответственно, мы там разместимся. И работа будет проводиться в Апатитах, в городе Кировский. И также у нас будет поездка в Мурманск, чтобы посмотреть... Мурманск морской, портовый город. И то есть с достаточно таким тоже хорошим, суровым, я имею в виду, по-сибирски климатом. То есть это не будет действительно какой-то легкой прогулкой. И никому не дадут, так скажем, филонить, если приехали работать, общаться, что-то черпать, познавать. Хорошо, но понимание тех людей, которые вошли в состав вашей группы, тех студентов. Какие города именно России, где учатся те люди, которые прошли в этот состав, которые пережили Спарту и поедут уже в Апатит? В основном Москва, Питер, потому что они там ближе. Несколько людей как раз с города Апатиты. Так, по-моему, с Красноярского края одна заявка прошла. Ну, это вот как бы общая такая география. Возможно, еще откуда-то, но... А по каким критериям вообще отбирались те самые люди, которые... Работы, собеседования, 100 метровку пробежать. Количество место было очень ограниченное, 15 человек всего. Формат следующий, то есть рассылается некая форма, потому что собеседование со всеми желающими пройти нереально. 75 заявок было подано в России. Да и собеседование невозможно понять. Тут по собеседованию он и Марину тоже возьмут, понимаете? Ну, почему нет? В следующий раз присоединяйтесь. Больше-то кто-то должен варить так. В следующем году, возможно, у нас будем проводить, так что можно поближе познакомиться. Вот, заполняется форма. Затем форма отдается трем независимым экспертам. Они в больной системе оценивают и говорят, то есть подходит человек или не подходит. Основной критерий, вот как ни странно, для российских участников, это знание английского языка. Потому что рабочий язык будет английский, то есть по-русски, в принципе, мы там говорить не планируем особо. Ну, это тоже неплохо. Одним критерием подведем черту. Ну, very nice. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Удачных вам там исследований, работ, ну и, конечно же... Приходите к нам обязательно после. После этого, да, обязательно приглашаем вас в гости. Спасибо вам огромное, вам желаем доброго, бодрого утра, с гостями прощаемся. С вами же увидимся 2, 2,5 минуты дождитесь.